Меня зовут Рик Реннер. Я нахожусь в значимом месте Москвы. Я стою около Красной площади. Сейчас здесь разбит городской парк, но для меня это особенное место, ведь в 2000 году здесь находилась огромная гостиница «Россия», и в ней мы проводили первые собрания нашей церкви, именно здесь, у самой Красной площади. Каждое воскресенье в зале собиралось множество людей. Они принимали спасение, исполняли Святым Духом, жаждали Божьего Слова. Здесь мы видели, как высвобождается сила Святого Духа в этом самом месте. Но в то время это была гостиница «Россия», и наша церковь родилась здесь, родилась в силе Святого Духа. Нам нужно действие Божьего Духа. Если мы хотим быть успешными верующими и быть в церкви, где происходят чудеса, то нам нужно жаждать, чтобы Дух Святой действовал. Сегодня я хочу поговорить с вами об ожидании чудес и действия Святого Духа. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я очень рад, что вы смотрите нашу передачу. Как я сказал в вступительной части, сегодня мы поговорим об ожидании видеть сверхъестественное действие Святого Духа. Эта программа посвящена десяти качествам, которыми должен обладать зрелый христианин, жизнь которого строится на прочном основании. И я выявил десять составляющих, необходимых для того, чтобы жизнь верующего была наполнена силой. И сегодня мы поговорим о действии Святого Духа. Предлагаю вам цикл аудиопрограмм из 15 частей под названием «Десять принципов сильного верующего». Серия основана на учении из этих передач, сопровождается учебным пособием, где есть греческие слова, определения, принципы, тезисы, все, о чем мы говорим в этих передачах. Программу можно изучать самостоятельно, или с другом, или в группе по изучению Библии. На обложке сказано, что нужно, чтобы наполнить жизнь силой. Важный вопрос. Для приготовления пирога вам понадобятся конкретные базовые ингредиенты. Если одного из них не будет, работа пойдет прахом. Подобным образом требуется 10 духовных составляющих, шагов, чтобы сделать жизнь сильной и внести стабильность. А что это за компоненты? В этом 15-серийном цикле я рассказываю о 10 важных составляющих. Для освещения некоторых вопросов потребовалось несколько программ. Это чудесный цикл, скачайте его бесплатно. Также мы предлагаем вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка и зачитываю в своих книг исследования более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Эти видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым и понятным языком растолкованы греческие слова, которые есть в Новом Завете. И вы почерпнете для себя практические советы, откровения, которые изменят вашу жизнь. Это очень значимый материал и настоящее сокровище. Это учение привнесет много полезного в вашу жизнь. Эти ободрения уже помогли многим людям. Получите обилие духовной пищи, утвердитесь в истине, обновите мышление. Подпишитесь на бесплатную рассылку «Драгоценные истины» из греческого языка. Они изложены простым и понятным языком, и вы по-новому взгляните на библейские стихи. Но давайте вернемся к теме передачи. Мы говорим о десяти важных компонентах, которые необходимы при создании прочного основания для жизни. Мы сравнили этот процесс с приготовлением выпечки, где также требуются различные ингредиенты. Для того, чтобы духовная жизнь была успешной и исполненной силой, нужно использовать правильные составляющие. В рецепте пирога обычно присутствуют яйца, разрыхлитель, сахар, сода и, наконец, глазурь. Если какого-нибудь элемента не будет хватать, вы потерпите фиаско. Яйца являются связующим компонентом. Сахар делает пирог сладким, глазурь нужна для украшения, если вы забудете добавить хоть что-то, получите жалкое зрелище, а не пирог. Подобным образом, есть базовые компоненты, необходимые для сильной духовной жизни. Мы уже рассмотрели первый. Желание спасать души. Это основной элемент, который требуется, чтобы быть зрелым верующим, каким Бог задумал вас. Мы также рассмотрели второй — любовь к Божьему Слову. Это необходимо для того, чтобы быть сильным верующим. Это обязательный компонент — любовь к Божьему Слову. И сегодня мы начнем и продолжим изучать третью составляющую. Речь пойдет об ожидании действия Святого Духа, о жажде увидеть проявление Его силы. Я приведу много примеров из Библии, и мы посетим множество мест сегодня и в следующий раз. Сейчас я прочитаю своих заметок. Верующие в первом столетии в ранней церкви имели желание видеть действия силы и даров Святого Духа. Они горели этим страстным желанием. В нас оно тоже должно гореть, чтобы и нам сохранить крепкую веру. Никто не знал Святого Духа и Его действия лучше, чем сам Иисус. И если у вас есть под рукой ручка и бумага, пожалуйста, запишите эти тезисы. Иисус был зачат Святым Духом в утробе Девы Марии, и об этом сказано в Евангелии от Матфея 1, 20. Иисус был крещен Святым Духом при Иордане. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея 3, 16. Иисус был ведом Святым Духом, когда Он вышел из пустыни. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки 4, 14. Иисус был наделен силой для служения Святым Духом. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки 4, 18-19. Иисус также изгонял бесов с силой Святого Духа. Об этом Он сам сказал в Евангелии от Матфея 12, 28. Иисус исцелял силой Святого Духа. Он все совершал силой Святого Духа. И это записано в Евангелии от Луки 5, 17. Иисус был даже распят в силе Святого Духа. И мы читаем об этом в послании к Евреям 9, 14. Иисус был воскрешен из мертвых силой Святого Духа. Об этом мы читаем в послании к Римлянам 8, 11. Иисус учил о Святом Духе в Евангелии от Иоанна, 14, 15 и 16. В трех главах подряд есть Его учение о Личности и служении Святого Духа. Что сделал Иисус, будучи вознесенным к Отцу и воссев на престоле Одесной Отца? Он излил дар Святого Духа. Это было Его первое деяние на престоле Одесной Отца. Об этом сказано в книге Деяний, 2, 34. Каковы были слова Иисуса перед вознесением на небеса в первой главе книги Деяний? Его самыми последними словами было обетование о том, что верующий получит силу, когда Святой Дух сойдет на них. Об этом сказано в Деяниях, 1, 8. Перечислю еще раз. «Зачат Святым Духом в утробе Девы Марии, крещен Святым Духом в Иордане, ведом Святым Духом, когда вышел из пустыни, наделен силой для служения Святым Духом, изгонял бесов силой Святого Духа, исцелял силой Святого Духа, был распят в силе Святого Духа, был воскрешен из мертвых силой Святого Духа, учил о Святом Духе. Воссев на престоле Одесной Отца, он излил дар Святого Духа. А его самыми последними словами было обетование о том, что верующие получат силу Святого Духа. С самого начала до самого конца, в виде Иисуса Христа, мы также видим Святого Духа. Господь был неотделим от Святого Духа. Он все совершал в партнерстве со Святым Духом. Мы должны помнить, что апостолы изначально назывались учениками. Слово «ученик» — перевод греческого слова «матетес», и оно означает «учащийся». Оно описывает ученика, который полностью повинуется своему наставнику, выполняет все, что говорит учитель, и повторяет все, что делает наставник. Таково значение слова «матетес». Его переводят как «ученик», но точнее было бы говорить «учащийся» или «преданный ученик». Ученики Иисуса видели, что делает учитель, ходили с ним, служили с ним, повторяли все его действия в своей жизни и служении. Они видели, насколько Иисус зависел от Святого Духа. В книге «Деяния» рассказывается, что когда началось служение апостолов, они делали то же самое, что делал в свое время Иисус. Они несли служение в силе Святого Духа. Они проповедовали в силе Святого Духа. Они исцеляли в силе Святого Духа. Они делали буквально все вместе со Святым Духом, следуя примеру своего учителя Иисуса, который научил их трудиться вместе со Святым Духом. Они проявляли верность, усердие, постоянно прилагали старания к служению Святого Духа. И они также понимали, что все их попытки сделать что-то без Него, окажутся бесполезными и бесплодными. Вот что интересно. Во всем Новом Завете Святой Дух упоминается 261 раз. 261 раз. Задумайтесь, насколько должен быть важен Святой Дух, если Он упомянут 261 раз в новозаветных текстах. Позвольте привести вам следующую статистику. 56 раз о Святом Духе говорится в Евангелиях. 57 раз о Духе Святом говорится в книге Деяний. 112 раз о Духе Святом говорится в посланиях Павла. И 36 раз о Святом Духе говорится в остальных книгах Нового Завета. Сложив все эти цифры, мы получим 261 упоминание о Святом Духе в новозаветных книгах. И это значит, что учение о Святом Духе одной из наиболее важных во всем Новом Завете. В Библии Святой Дух символически отражен в десяти вещах. Запишите. Святого Духа символизирует елей. Это очень сильный символ. Он елей, потому что помазывает нас. Об этом мы читаем в Псалме 91, 11. Святого Духа символизирует роса. Мне очень нравится это сравнение. Мы читаем об этом в Псалме 132, 3, где сказано, что помазание подобно росе, горы Ермонской. Подумайте о росе. Роса появляется утром и покрывает все. Когда Святой Дух сравнивается с росой, речь идет о всеобъемлющем помазании. Когда Дух Божий незаметно появляется повсюду и покрывает все собрание. Святой Дух сравнивается с водой. Об этом мы читаем в книге Исаии 44, 3, где сказано, что Бог изольет Свой Дух, как воду, сердца, которые жаждут большего. Дух Святой, подобен в воде для нас. Святой Дух сравнивается с огнем. Евангелие от Луки 3, 16. Номер пять. Святой Дух сравнивается с голубем. Евангелие от Матфея 3, 16. Кстати, нигде в Библии не сказано, что Святой Дух — голубь, но говорится, что Он сошел, как голубь, на Иисуса. В Писании сказано, что Святой Дух сошел не в виде голубя, а как голубь. Голубь символизирует нежность. Сравнение с ним говорит о нежности Святого Духа. Шестое. Святой Дух сравнивается с рекой. В Евангелии от Иоанна 7, 37-39, говорится о бурлящей реке, несущей жизнь. Святой Дух — река для тех, кто позволяет Ему течь в их жизни. Номер семь. Святой Дух сравнивается с ветром. Иисус называет его так в Евангелии от Иоанна 3, 8. Мы также видим, как Святой Дух явился в виде ветра в книге Деяний 2, 2. Ветер обладает большой силой и может издавать сильный шум. В этом стихе с ветром сравнивается личность Святого Духа. Номер восемь. Святой Дух назван печатью. На втором послании к Олимпинам 1, 22 можно построить целое учение. Святой Дух печать. Он запечатлел нас в нашем спасении. Номер девять. В этом же стихе Святой Дух назван залогом, то есть предварительной оплатой, гарантирующей, что наше будущее на небесах. Номер десять. Дух Святой назван вином. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам 5, 18, где сказано, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Святой Дух может оказывать положительное и освобождающее воздействие на нашу жизнь. Когда человек наполнится Святым Духом, он начинает иначе чувствовать, меняются его отношения, взгляды, настроения. Все меняется, когда мы наполняемся Святым Духом, потому что Он — Божье вино для верующих. Итак, теперь мы знаем, что Святой Дух — елей, роса, вода, огонь. Он подобен голубю, реке, ветру. Он печать и залог нашего спасения. И Он подобен вину. В книге Деяний много рассказывается о действии Святого Духа. Я призываю вас прочитать всю эту книгу от начала до конца и изучить чудеса, совершенные Святым Духом с первых до последних страниц книги Деяний. Многие считают эту книгу исторической, ведь в ней действительно описывается много исторических событий. Но, помимо различных историй, книга Деяний предлагает нам множество примеров. Она являлась примером и образцом для христианской церкви на протяжении всей ее истории. Происходящее в этой книге должно происходить в жизни каждого верующего и каждой церкви всех поколений. Давайте сделаем краткий обзор книги Деяний и изучим, как действовали Святой Дух и Его дары. Вы обнаружите, что их действие продолжалось на протяжении всей книги. Например, Деяний 1.8. Последними словами Иисуса стало обетование о том, что все верующие получат силу Святого Духа. Это последние слова Иисуса. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Иисус сказал это перед тем, как зайти на небеса. Последние слова всегда очень важны, а это были как раз Его последние слова. В Деяниях 2.4 сказано, что в День Пятидесятницы верующие исполнили Святого Духа и заговорили на иных языках. Всегда помните о важности силы говорения на иных языках. Оно позволяет вам войти в сверхъестественное измерение. В Деяниях 2.43 мы читаем о том, что в Ранней Церкви действовала чудесная сила Святого Духа. В Деяниях 3.7 мы читаем о том, как исцеляющая сила Святого Духа действовала через апостолов Петра и Иоанна. В Деяниях 4.31 рассказывается о молитвенном собрании, где сверхъестественно действовали дары Святого Духа и его силы. Мы видим, как страница за страницей, глава за главой книга Деяния, рассказывает нам о действии Святого Духа, о силе Божьей и о дарах Святого Духа. В Деяниях 5.12 мы читаем о служении исцеления, которое проводил Петр. Сила Святого Духа действовала там. Но болящих было так много, что апостол не мог возложить руки на всех. Поэтому больных полагали на его пути, чтобы хотя бы его тень осенила их. Их это удивительно. В Деяниях 5.12 рассказывается о чудесной силе Святого Духа в действии. Деяние 6.8 Здесь мы снова читаем о проявлении чудес и знамений. Это было действие Святого Духа. Деяние 8.7 Святой Дух подтверждал последующими чудесами Слова, проповедуемое в Самарии. Это было чудесное действие Святого Духа, подтверждающее проповедь Божьего Слова. Деяние 10.46 Первые обращенные в веру язычники исполнились Святым Духом и заговорили на иных языках. Это была Пятидесятница для язычников. В 10 главе книги Деяний Петр говорит, удивительно, они приняли Святого Духа точно так же, как и мы во второй главе книги Деяний. Они получили крещение Святого Духа, как и мы. Послушайте, они даже говорят на языках. И это перевело язычников, обращенных в веру, в сверхъестественное измерение. В Деяниях 11.28 мы видим проявление пророческого дара, дара Святого Духа в действии. В Деяниях 13.2 рассказывается о том, как старейшие на антиохийской церкви постились и собрались на молитву. И внезапно Дух Святой проговорил к ним. Дары Святого Духа, особенно дар пророчества, действовали в их среде. Деяние 14.8.10 Павел проповедовал в Листре, когда внезапно начал проявляться дар исцеления, дар Святого Духа. Деяние 16.6 Мне очень нравится этот стих, потому что среди спутников Павла стал проявляться пророческий дар. В следующем стихе, Деяние 16.7 мы снова читаем о проявлении дара пророчества среди участников команды Павла. Деяние 19.11 Этот отрывок изумляет меня. Павел вернулся в Ефес. В северной части города он нашел группу людей, которых привел ко Христу. Он возложил на них руки, и они исполнились Святого Духа. Итак, в Ефесе новообращенные по-прежнему переживали сверхъестественное исполнение силы Святого Духа и говорили на иных языках. Поэтому позвольте мне возразить тем, кто утверждает, что подобное происходило лишь в первые годы существования Церкви. События, описанные в Деяниях 19.11, произошли через 24 года после Дня Пятидесятницы. 24 года спустя верующие по-прежнему возлагали руки на людей. Люди по-прежнему получали крещение Святым Духом. Они по-прежнему начинали говорить на языках. А в 19 главе книги Деяний сказано, что они не просто говорили на языках, но пророчествовали. Это означает, что дары Святого Духа тут же начинали действовать в тех новообращенных. Им не нужно было становиться более зрелыми христианами. Они просто открывали свое сердце, и духовные дары немедленно начинали действовать через них точно так же, когда они будут действовать через вас. Это был краткий обзор книги Деяний. С первой главы по 19, то есть спустя 24 года, мы видим, как происходит то же самое, то же самое и то же самое. Речь идет не об уникальном чуде, которое было лишь в самом начале. Вся книга Деяний — это пример и образец от начала до конца. Это не просто летопись событий, но собрание примеров для вас, для меня и для наших церквей. Когда я был молодым, мне говорили, что искать сверхъестественных проявлений неправильно. Почему? Ведь если Бог являет чудеса, почему неправильно искать их и стремиться к ним? Если у Бога есть что-то хорошее, разве я не должен к этому стремиться? Конечно, должен. В первом послании Коринфянам 14.1 сказано «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Здесь говорится о стремлении к любви, по-гречески «агапе». Вы же не станете с этим спорить? Разве неправильно стремиться к любви? Конечно же, правильно. Вы знаете, что нужно достигать любви. Но это лишь первая часть стиха. Если вы согласны с ней, то вам придется согласиться и со следующим призывом. Полностью это предложение звучит так. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». В одном стихе сказано, что так же, как вы стремитесь обрести любовь, вы должны ревновать о духовных дарах. Словом «ревновать» по-гречески «зелао» имитировали звук кипящей воды. Оно также означает быть очень горячим и бурлить, гореть рвением, искренне посвятить себя чему-либо, быть пылким, устремляться сердцем к чему-либо, твердо вознамериться что-либо совершить. Поэтому, говоря, «ревнуйте о дарах духовных», Павел фактически велит нам, «горячо желайте обрести духовные дары». Искренне посвятите себя действию даров Духа, горите рвением, устремите свои сердца к духовным дарам, твердо вознамеритесь их обрести и ревнуйте об этом сверхъестественном измерении, где действуют дары Святого Духа. Если в вашей жизни нет чудесного действия Святого Духа, послушайте внимательно, если в вашей жизни нет чудесного действия Святого Духа, то вы, вероятно, испытываете разочарование, приносите немного плода и имеете мало силы. И очень важно, чтобы вы любили Духа Святого и стремились к Нему. Тогда вы будете сильными и зрелыми христианами, без вариантов. Если вы хотите быть верующим, каким Бог хочет вас видеть, каким вы стремитесь стать, то вы должны иметь в себе эту составляющую, любовь к Святому Духу, страсть по Духу Святому. Мы продолжим разговор в следующей программе и поговорим о действии Святого Духа и о том, как вы можете трудиться вместе с Ним. Это обязательный компонент вашей жизни. Время программы подходит к концу. Я скоро вернусь, чтобы молиться за вас. Обращайте бесплатно цикл аудиопрограмм «Десять принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка. В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово, и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая «Драгоценные истины», вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка. Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка на сайте ignc.org Здравствуйте, меня зовут Джо Лореннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. По всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров, мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе. Предоставляется медицинская помощь, и оказываемая система поддержки позволяет реабилитантам не чувствовать себя одинокими и оторванными от общества. Благодаря вашим пожертвованиям, мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормальной жизни. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Их семьи ждут, когда они получат свободу от пагубных привычек. А многие зависимые хотят исцелиться, но у них нет возможности пройти реабилитацию. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери, увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGNC.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. Мы говорим о Святом Духе и о стремлении к действию Святого Духа. Это одна из важнейших составляющих, которые должны быть в вашей духовной жизни, если вы хотите быть сильным верующим. Желать иметь Святого Духа и ревновать о его дарах правильно. Об этом Павел говорит нам в Первом Послании к Коринфянам 14.1, где сказано «Достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных». Мы также разобрали греческое слово «зелау» — «ревновать». Оно означает «быть очень горячим и бурлить», «гореть рвением», искренне посвятить себя чему-то, быть пылким, устремлять свое сердце к чему-либо, твердо вознамериться что-либо совершить. Поэтому, говоря «ревнуйте о дарах духовных», Павел фактически велит нам следующее. Вы готовы? Горячо желайте обрести духовные дары. Искренне посвятите себя действию даров Духа. Горите рвением, устремите свои сердца к духовным дарам, твердо вознамеритесь их обрести и действовать в них. Вы должны ревновать о том, чтобы действовать в дарах Святого Духа и иметь страстное желание видеть и участвовать в делах Духа. Это один из компонентов, который должен быть в вашей жизни, если вы хотите быть зрелым верующим. Эта передача лежит в основе цикла аудиопрограмм «Десять духовных составляющих» или «Принципов, чтобы сделать жизнь сильной и стабильной». Также предлагаю подписаться на бесплатную рассылку моих ежедневных видео ободрений. А сейчас позвольте коротко помолиться за вас. Отец, спасибо тебе за служение Святого Духа. Оно меняет все, и мы молимся о силе Святого Духа, пусть она действует во всех сферах нашей жизни. Принимаем верой. Я провозглашаю дерзновение и силу Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что были со мной. Помните о том, что говорится в книге Клисиаста 84, где слово «Царя» там власть, и пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. И мы увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org. или свяжитесь с нами в социальных сетях.